Каждому ребенку известно, что лучше предотвратить любое заболевание, чем бороться с последствиями. В Рязанском тубдиспансере эту простую истину повторяют всем взрослым. К счастью, сознательное отношение к собственному здоровью сегодня стало нормой. Население Рязанской области охвачено профилактическими осмотрами более чем на 70%. И следует отметить, что основная доля больных туберкулезом выявляется при профилактических осмотрах. Именно тогда выявляется минимальная форма туберкулеза, которая требует лечения 6-8 месяцев. И человек трудоспособным возвращается в строй. Сейчас тубдиспансер – современная клиника, оснащенная оборудованием, которое позволяет диагностировать заболевания на раннем этапе. В нашей лаборатории используются 4 основных метода. Это два классических, которые мы работали всегда, всю жизнь. Это микроскопия по целине Нильсона и посев на плотные питательные среды. А в последнее время с 2013 года и с 2015 у нас появились новые аппараты. Это молекулярно-генетический метод и посев на жидкие питательные среды. Все эти методы диагностики дополняют друг друга и позволяют определить ДНК-возбудителя. Новый современный аппарат – ПЦР-диагностика туберкулеза. Это джинэксперт, который определяет ДНК-микобактерий туберкулеза и выявляет мутацию к рифампетину, который показывает, есть ли у данного больного множественная карстная устойчивость. Информативность этого результата очень быстрая и он показывает, чем больного лечить. Тщательно обследуются различные среды. В профессиональном сообществе их называют «жидкие» и «плотные», где могут развиваться возбудители в человеческом организме. Это полуавтомат. Вот он нам сейчас показывает, что там отрицательный. Через 42 дня отрицательный результат. Там через три месяца на плотном. Здесь через 42 дня. Я его открываю. Я ему показываю. Выказываю, где вышли отрицательные. Он ему показывает. Видите, я опять пробитчику говорю, сканирую. А компьютерная диагностика позволяет обнаружить даже самые маленькие признаки изменений в легких. Раньше была классическая рентгенография, геноскопия. Сейчас есть более современные методы обследования. В частности, компьютерная томография. Если мы на классическом рентгене достоверно могли видеть изменения в легких размерах больше 1 см, то здесь все зависит от ловкости рук оператора и желания врача найти изменения в легких. То есть мы можем увидеть изменения субмиллиметровые. То есть на конкретно этом томографе до 0,3-0,5 мм мы уже достоверно видим какие-то мелкие вещи в легких. Любой живой организм, в том числе и паразитирующий на другом организме, как палочка Коха, эволюционирует, мутирует, умеет приспосабливаться к лекарствам, которые ученые разрабатывают. Поэтому работа по изучению, наблюдению и разработке новых средств идет постоянно. А лучшим средством всегда является профилактика. Следите за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».